Александр Делакруа. Импакт. Последний форт. Предисловие. Прошло больше тысячи лет с тех пор, как первые корабли человечества покинули Землю в поисках нового дома. Находясь на грани вымирания, люди как вид проявили необычайную способность к выживанию. Новые поселения в Наафо. Первый контакт в Орфусе. Могущественные союзники и куда более могущественные враги. Мы были словно осиротевшие дети, вынужденные в одночасье стать взрослыми. Погрузиться в новый неизветанный мир и принять его суровые, порой даже жесткие, устои и правила. К слову, мы с этим успешно справились. Спустя столетия уже трудно было отыскать место во Вселенной, не заселенные людьми. Воинственный, жадный до власти и доминирования вид. Разбросанный по разным галактикам. Разбитые идеологией, технологиями, историей и религией на десяток независимых космических. Федераций. Честно признаться, мы не самые лучшие представители инопланетных рас. С далекими от идеала принципами и понятиями человечности. И все же жаждущие признания. Быть причастными к чему-то большему. Являть собой нечто величественное. Зачастую нас сравнивают с вирусом. Болезнью, которая распространяется подобно пожару. Погружая в пепел и тьму звездные миры один за другим. Но я не сторонник такого фатализма. Мы скорее предвестники. Словно муравьи, начинающие судорожно расползаться вверх по склону в ожидании наводнения. И что-то мне подсказывает, вода уже начала подниматься. Глава первая. Оплот. Год 3412-й. Галактика Хейль. Республика нового очага человечества. Рассекая тьму, подобно гигантскому серебряному лезвию, небольшой десантный корабль Зори возвращался из успешно завершенной миссии. Почти полсотни бойцов спецподразделения Оплот больше месяца охотились за банды преступников, орудующие на окраинах галактики. И вот, наконец, все они были пойманы. В грузовом отсеке разместились массивные клетки камеры, где за решеткой смиренно ожидали своей участи 11 новоиспеченных пленников. Их главарем был Джон Коин. Конечно, едва ли это было его настоящее имя, но в народе его звали именно так. На месте каждого нападения он оставлял по монете. Не настоящий, но все же. В знак символичной платы за изъятые. Банда Коина не отличалась особой жестокостью, как, впрочем, и сообразительностью. Обычно их жертвами становились мелкие торговцы и коммерческие караваны на отдаленных маршрутах. Убийства были крайне редкими, да и те только в случае явной угрозы и в целях самозащиты. В другое время до них никому не было бы дела. Но сейчас, в разгар войны, едва ли не каждый груз предназначался военным. А такую дерзость они не прощают. Закономерным ответом на серию грабежей стало вмешательство спецподразделения «Оплот». Словно оправдывая свое название, они являли собой военизированную опору власти. Профессионалы своего дела, не задающие лишних вопросов и не терзающиеся сомнениями. Эдакая машина возмездия для врагов системы и их приспешников. И в этот раз их жертвой стал Коэн. Штурмовой отряд во главе с сержантом Патрисия Элди определенно заработал себе очков на фееричной поимке банды закореневых преступников. Патрисия делала то, во что искренне верила. И делала это хорошо. Порой даже слишком. Стремительный карьерный рост молодого офицера застопорился на уровне сержанта. Наверху опасались ее слишком идеалистичных и правильных взглядов. Так что, ворвавшись вверха, она могла привнести туда больше хаоса, нежели пользы. Собственно, поэтому вот уже третий год ее работа сводится к поимке преступников у самых окраин этого мира. Конечно, такая участь не могла не сказаться на моральном духе. Но Патрисия всячески старалась гнать негативные мысли прочь. И фокусироваться на самых, казалось бы, безнадежных миссиях. Искренне веря, что однажды ее успех попросту невозможно будет игнорировать. Конечно, это сказывалось и на подчиненных. Так что, несмотря на внешнюю безоговорочную поддержку, между собой они частенько судачили о ней и осуждали за столь навязчивое упорство в стремлении заслужить заветное признание. Но все же, невзирая на амбициозные тонкости, Триш, так называли ее подчиненные, была хорошим человеком и чутким командиром. В ее напористом характере и манерах определенно был некий шарм. Военная форма и стройный силуэт. Короткая стрижка. Рыжие волосы, изрядно потемневшие с начала службы. Рассудительный тембр голоса и темные, как ночь, глаза. Она располагала к себе. И даже строгие черты лица и холодный, бескомпромиссный взгляд, казалось, лишь усиливают обаяние. Все это наводило одновременно страх и необъяснимое, неподконтрольное желание узнать ее лучше. Но страх все же больше. В этот самый момент, вытянувшись, словно струна, прямо напротив одной из камер, она вела импровизированный допрос заключенных. Знаешь, я думала, это будет сложнее. Было бы сложнее, если бы ты одна заявилась. Тут же вырвалась в ответ из уст одного из заключенных, сидящего в камере напротив. Сколько взяла с собой? Тридцать? Сорок человек? Не многовато ли чести для горстки бандитов? Знаменитая банда Коина. Триш продолжала, словно не замечая язвительных комментариев. Чертова дюжина, наводящая страх и ужас на торговцев и дальнобойщиков. И тут такое. Повязали вас, как горстку детишек? Больше месяца подготовки и все ради чего? Я практически разочарована. Девушка всячески пыталась задеть собеседника, но похоже, ей это не особо удавалось. Мужчина, напротив, с недовольством покачивал головой, уставившись куда-то вдаль, словно сквозь стриж. На вид ему было чуть меньше тридцати. Темные волосы, небольшая растрепанная борода. Обычный работяга в дешевой робе с избитыми мозолями и порезами на руках. Вообще, я думала, ты старше. Сержант продолжала пристально смотреть на него. Ну и смышленнее, конечно. Должно быть, гадаешь, как мне это удалось? Накрыть вас всех разом. Без потерь. Без сопротивления. Девушка явно убивалась успехом с планированной ей операцией. Слушайте, мисс. В беседу вступил пожилой седовласый мужчина из соседней камеры. Мы люди простые, но не тупые же. Из чертовой дюжины Коэна здесь только одиннадцать. Так что, не надо быть гением, чтобы найти стукача. Джав! Голос лидера резко прервал рассуждения мужчины. Да, да, ладно. Тут же ретировался старик. Слушай, Джон, мы не в судне. Триш продолжала. Можешь говорить прямо, как есть. Мне нет дела до тебя и твоей банды. Все, что мне нужно знать, где украдены. Две сотни штурмовых винтовок с последнего рейда. Военным это оружие нужно прямо сейчас. Идет война. Уверена, твоя борьба против системы может подождать. Да, Джон, где? Засмеялся старик. Но в тот же миг Коэн в очередной раз прервал воцарившееся веселье. Слушайте, что вы несете? Какая еще борьба против системы? Ну, я не знаю, как вы это называете. Девушка продолжала настаивать на своем. Мы называем это грабежом. Пожилой мужчина беспардонно продолжал отвешивать шутки. Не желая терять нить разговора под общий одобрительный гул сокамерников. Иногда даже пьяным грабежом. Джефф ехидно скалился из камеры. На вид ему было не меньше пятидесяти. Седина по плечи. Лицо усеяно морщинами и мелкими ссадинами. Небрежная щетина. Словно рваный белый шарф окутывала массивную челюсть. Нависшие веки, нахмурившиеся брови и два черных огромных глаза. Несмотря на возраст, он был весьма крупным и жилистым. Да, да. Триш нужна была информация, а не соревнования в колкостях. Что-то мне подсказывает, что у тебя каждый грабеж был пьяным. Да, громила? Да иди ты, святоша. Обиженно донеслось в ответ. Ты хоть знаешь, каково это? Быть Дрозом на чертовом Фирисе. Этой забытой богом планете. Дроз? С недоумением повторила Триш. Конечно, она знала об этой профессии. Но не была знакома с деталями и спецификой. Да, Дроз. Продолжал заключенный. Дешевый роботозаменитель. В твоем идеальном мире о таком даже не слышали. Но здесь для многих это единственный способ выжить. Когда ломается какой-нибудь гребаный робот, который чистил канализацию или рыл траншеи, корпорация нанимает нас за копейки, без гарантий, страховки. Просто временная халтурка, пока не отремонтирует машину. Не пробовала как-нибудь подменить статонный экскаватор на радиоактивной свалке? Нет? Это охренеть, как сложно. У меня полтела фонит от радиации. Дэнни ослеп на один глаз. А Турбо в прошлом месяце ногу потерял. И это только то, что на поверхности. Я самый старший в нашем поселении. И это не потому, что остальные отдыхать разъехались. Просто дожить здесь до пятидесяти, это уже чудо. Так что... Нет, детка. Это не борьба с системой. Это чертово выживание. Хм, слушай. Джефф, да? Триш немного сбавил отон. И приблизилась вплотную к решетке его камеры. Во-первых, я тебе не детка. Еще раз назовешь меня так. И тут же перестанешь быть самым старшим в своем сраном поселении. Кто там у вас следующий идет? Джон? Турбо вроде. Донеслось с соседней камеры. Которой без ноги. Уточнил его товарищ. Да мне плевать! Едва не криком сорвалась Триш. Во-вторых, Джефф, твоя душесчипательная история о том, как трудно тебе живется, меня не трогает. Ни капли. Если тебе нравится верить, что сложная жизнь может хоть как-то оправдать то, что вы творите, все эти грабежи и разбои, не буду тебя переубеждать. Но поверь, то, что тебя ждет в тюрьме на Терросе, будет намного, намного хуже твоей прежней жизни Дроза. Триш закончила фразу на необычайно напряженной ноте. И оттого в воздухе повисла гробовая тишина. Джефф со взглядом полном ненависти медленно удалился вглубь камеры и молча уставился в иллюминатор, наблюдая, как судно отдаляется от его родной планеты. «Итак, назови мне место», – сержант вновь переключилась на лидера банды. «Обещаю, тебе это зачтется. Может, удастся даже отмазать кого-нибудь из твоих самых младших. Некоторые из них на вид совсем дети». «Среди нас нет детей, сержант», – равнодушно пробормотал Коин. «Дэнни младший, 16 лет. Он перестал быть ребенком, когда лишился родителей пять лет назад. Мы нашли его у карьера, едва живой. Шрам на пол лица и волосы седые, как снег. Но, конечно, это его нисколько не оправдывает. Ведь он грабитель, вор. Лучшие борцы с преступностью слетелись сюда, чтобы поймать его. А не тех мерзавцев, которые искалечили его жизнь и убили родителей. Джоан...» Триш в очередной раз начинала все по-новой. «Я не судья. Я просто делаю свою работу. Не надо давить на жалость». «Да что она несет?» Похоже, Джеффа изрядно раздражала эта персона. Но на этот раз даже лидеру не пришлось реагировать. Сокамерники многозначительно указали другу на то, что вмешиваться не стоит. Тем временем Триш не унималась. «Мне нет дела ни до тебя, ни до Джеффа, ни до Дэнни, ни до любого из вас. Только оружие, которое вы украли. Назови место, я займусь своими делами. А ты продолжишь жалеть себя и свою никчемную жизнь». «Нет никакого места», – наконец признался мужчина. «Мы все продали. Пару дней назад, торговца Морфов. Оставили только пару винтовок для защиты. Но вы их и так уже забрали. Так что он взглядом указал на конфискованные вещи, сброшенные в огромную кучу у дальней стены. Триш молча стояла, не в силах произнести ни слова. Ее взгляд растворялся в пленнике, словно она до последнего пыталась не верить в сказанное. «Как можно быть такими идиотами?» «Идет война!» «Каждую минуту от рук Орфов гибнет сотни солдат!» «Прямо сейчас эти твари захватывают очередную планету!» «Истребляют колонистов!» «А вы продаете им оружие!» «Горстка эгоистичных подонков!» «Меня тошнит от вас». С последней фразой девушка в очередной раз посмотрела на собеседника. И не видя в его глазах ничего, кроме безразличия, стремительно направилась в сторону мостика. «Да, народ, слышали? Мы подонки!» Раздался голос одного из заключенных. Я этого никогда и не отрицал. Едва слышно прошептал Коэн и взглядом, полным печали, уставился на дверь, в которую удалилась девушка. «Слушай, у тебя же есть план?» Брюзгливый голос Джеффа прервал его размышления. «Ты же самый образованный из нас! Твои мозги бы сейчас пригодились!» «Ха!» Коэн улыбнулся. «Да, целых пять классов в рудниковом поселении. Думаю, с такими мозгами я могу нас освободить силой мысли». «Да я так!» Джефф тут же ретировался. «Раньше как-то все выруливалось, само собой. Твой брат, он...» «Да!» Коэн прервал старика на полусловие. «Он всегда все разруливал!» «Он был хорошим человеком!» Тяжело вздохнув, согласился Джефф. «Немного помешанным на деньгах, но все же...» «Он все еще хороший человек!» Возразил Коэн. «Я найду его, как только разберусь с этой чертовой клеткой. И все будет как прежде!» «Да, класс!» Старик тяжело вздохнул и неспешно направился вглубь камеры, едва слышно бормоча под нос. «Как прежде!» «Как думаете?» «Нас правда везут на террас?» «В столицу!» Молодой парень в дальней камере, Дэнни, решил переключить дискуссию с явно болезненной темы. Похоже на то. В диалоге появился новый участник, Тревор. Сорокалетний низкорослый мужчина с протезом вместо левой ноги. Конечно, чаще его называли не по имени, а просто Турбо. По молодости он был летчиком и, говорят, весьма неплохим. Так что прозвище закрепилось. Но жизнь в трущобах дает о себе знать. И сейчас в уставшем и помятом силуэте уже трудно было разглядеть юную прыть и задор. «Видишь вон, вдалеке яркие огни!» Турбо-жестом указал на свет за панорамными иллюминаторами. «Это бледные звезды!» «Последние светила у края галактики!» «Дальше только воет!» «Бесконечная пустота!» «Они по правому борту!» «Значит, мы действительно направляемся на террас!» «Турбо, держись рядом со мной, ладно?» Неожиданно выдал Коин. «Ладно», – растерянно произнес Тревор. «Куда я денусь-то? Мы же в камере!» Глава вторая. Война. Тем временем на мостике, откинувшись в кресле капитана, сержант Триш обсуждал ополученную информацию со своим подчиненным. «Знаешь, Итан, столько лет я ловлю этих мерзавцев, и до сих пор не могу привыкнуть к их безразличию ко всему происходящему. Продавать оружие врагам в разгар войны – что должно быть в голове?» «Деньги?» – с улыбкой предположил молодой Капрал. «Да, это понятно, но неужели они думают, что орфы, уничтожив нашу армию, позволят им спокойно распоряжаться этими деньгами?» «Не знаю, сержант. Тяжело вздохнул Итан. Вряд ли они вообще об этом думают. Живут одним днем. Хотела бы я так же», – согласилась Триш. «И что же вас останавливает?» – бодрый голос Итана внушал оптимизм. «Война идет на дальних рубежах. Там весь цвет нашей армии. Военная армада, которой нет равных во вселенной. Так что пара досадных поражений ничего не изменит. Мы уничтожим орфов, вернем потерянные планеты, и жизнь будет как прежде». Она и сейчас-то не особо поменялась. Разве что стало больше военных кораблей рыскать в округе. «Да», – спокойно согласилась Триш. «Возможно, ты прав». Она откинулась в кресле, стараясь изо всех сил поверить в сказанное Итаном. Невольно ее руки скользили по цепочке золотого кулона, свисающего с шеи. Это был наградной знак оплота с гравировкой за доблестную службу. Своего рода символ, не позволявший Трише сбиться с пути даже в период сильных сомнений. Она искренне верила в то, что делала. Конечно, будучи по правую сторону закона, ей не раз доводилось сталкиваться с попустительством системы, с ее несовершенствами и откровенными пробелами. Но все это меркло на фоне глобальной благой цели. Она делала этот мир лучше. По крайней мере, искренне в это верила. Ведь что такое вера? Незримый компас, позволяющий отделять добро от зла. Хороший от плохого. Внутренняя уверенность в правильности того или иного поступка. Тебе не нужны доказательства. Тебе претят чужие аргументы и доводы. Ты просто веришь. И эта вера застилает собой все и не боится ничего. Единственное, что может ей хоть как-то угрожать, это собственные сомнения. В момент, когда они впервые появляются, это словно небольшие, едва различимые сколы на бескрайнем стеклянном полотне. Они не вредят конструкции, не угрожают целостности. Но этого достаточно, чтобы то и дело цеплять на себе внимание. Ты начинаешь о них думать. Они начинают тебя терзать, отвлекать, раздражать. Досадная неидеальность идеальной веры. Но ты не можешь с этим ничего поделать. И пытаешься просто жить дальше с осознанием новой сколотой реальности. Вера Патрисия была полна сколов. И лишь упертая сосредоточенность на общем полотне позволяла ей их не замечать. Но с каждым новым днем в мире, полном несправедливости и жестокости, рос риск, что однажды скол все-таки даст трещину. И этот день был все ближе. Но до тех пор ее все устраивало. Серьезное сдержанное лицо Триш озарилось легкой, едва уловимой улыбкой. Конечно, зная она о том, что происходит в эти самые минуты в оперативном штабе командования, радужное настроение тотчас бы испарилось. Ведь прямо сейчас в огромном зале Министерства обороны перед сотнями высокопоставленных чиновников и военных выступал командующий армии генерал Эдмонд Дорт. «Мы проигрываем, господа!» Мужчина старался быть максимально выдержанным. Хотя, конечно, это давалось ему непросто. Вчера противник захватил Норус. Гарнизон планеты уничтожен. Семь крейсеров, две дюжины эсминцев, десятки тысяч бойцов. Это был наш последний оплот в галактике Орфии. Сейчас их армия направляется сквозь пояс астероидов Вайлиса. И уже через несколько дней они будут у нашего порога. Генерал стоял неподвижно у огромного экрана, на котором проецировались краткие боевые сводки и стратегические карты. В первом ряду зала сидели три человека в штатском, представляющие все ветви власти республики. Они тщательно конспектировали выжимки из доклада, словно профессора на экзамене, готовые в любой момент наброситься на ученика с уничижающими вопросами. Тщательно подбирая слова перед столь разношерстной аудиторией, генерал продолжал. Как вы знаете, с первых дней войны стало очевидным их полное техническое превосходство. Корабли Орфов лучше, оружие мощнее, защита крепче. Мы цеплялись за любую, пусть даже призрачную надежду, хоть как-то переломить ход войны. Но все попытки оказались тщетными. Тогда наши взгляды устремились в сторону строта. Одна из древнейших планетарных систем, где больше шести тысяч лет назад произошло крупнейшее сражение, известное нашей вселенной. Две древние, необычайно могущественные расы сошлись в решающей битве. Афаны и Фирии. В то время это были господствующие расы во вселенной. Наподлинно неизвестно, сколько продолжалось сражение, но его последствия видны и по сей день. Афаны одержали сокрушительную победу. А планета Фирион покрылась руинами некогда величественных городов ее защитников. Орбита превратилась в гигантское кладбище, усеянное остатками сотен космических кораблей. Невообразимое поле для научных исследований. И мы погрузились в нее с головой. На месте одного из крупнейших инопланетных городов был размещен секретный объект – Форт Строт. Военные, ученые, инженеры ежедневно собирали и анализировали все, что осталось от древних цивилизаций. К сожалению, по большей части исследования не давали никаких результатов. Инородные металлы и энергетические поля, неизвестные нам природой, не могли быть считаны и расшифрованы. Мы продвигались крайне медленно. Но недавно нам все-таки улыбнулась удача. Во время очередных раскопок было обнаружено десантное судно. В его грузовом отсеке сохранилось порядка полусотни скафандров. Точнее, снаряжение для десанта. Некий аналог наших экзоскелетов. Но куда более совершенный. По самым скромным подсчетам, в каждом из них энергии, как в ядерном реакторе. За шесть тысяч лет на них не появилось ни единой царапины, ни среда деформации или выхода из строя. Совершенное оружие для совершенных солдат. Мы исследовали еще с десяток таких же кораблей, но больше нигде не нашли ничего подобного. Ни единого скафандра на всей планете. Так что мы сделали вывод, что бойцы, облеченные в эти экзоскелеты, в той битве не погибали. Прошу прощения, генерал. В доклад вмешался мужчина с первого ряда. Не хочу показаться бестактным, но я потерял нить. Как мы от неминуемого вторжения орфов в нашу галактику перешли к вопросу о скафандрах? Каким образом десяток костюмов могут помочь нам выправить ситуацию с уничтожением нашего флота? Это не просто костюмы, сэр. Генерал упорно старался не терять выдержки. Как я сказал ранее, их мощность сопоставима с ядерным реактором. Им не нужна подзарядка, не нужен боекомплект. А энергии в каждом из них больше, чем в паре космических крейсеров. Ладно, допустим. Мужчина в штатском продолжал. Вы смогли разобраться, как они работают? Сможете сделать сотни таких же? Нет. С тяжелым вздохом выдал генерал. Как я уже говорил, их технологии находятся за гранью нашего понимания. Мы не смогли понять, никак они работают. Никаким образом можно было бы перенять их опыт и знания. Генерал, вы испытываете наше терпение. Раздраженно вырвалось из уст другого чиновника с первого ряда. Под знаменами фириев сражались представители разных рас. Генерал старался не замечать раздраженных комментариев и продолжал свою мысль. Разные формы, размеров, систем дыхания. Но снаряжение им всем нужно было универсальное. Поэтому мы предположили, что скафандры должны сами определять биологический вид и подстраиваться под него, образуя наиболее оптимальный симбиоз. Импакт. Простите, простите, Эдмонд. В очередной раз послышалось с первого ряда. Вы сказали фири? Они же проиграли в той войне. То есть вы используете скафандры проигравшей стороны? Если они такие мощные, почему же тогда им не помогло это выиграть? Да. Генерал решил не пререкаться. Мы используем скафандры проигравшей стороны. И да, они им не помогли, потому что враг оказался еще сильнее и могущественнее. И конечно, если бы мы нашли скафандры победителей, то точно так же изучали бы их. Но нет. Всего 43 скафандра на миллионы осколков. Это все, что у нас есть. И все, что отделяет нас от поражения. Фирии были уничтожены, так что спрашивать больше некого. Афаны покинули галактику тысячи лет назад. И все наши попытки установить с ними контакт не увенчались успехом. Для них мы как муравьи, копошащиеся в своих проблемках. Это безумие. Отчаявшись, прокомментировал услышанный представитель правительства. Мы отобрали добровольцев. Генерал намеревался таки окончить свой доклад. Три человека были помещены в скафандры. И как мы и предполагали, материал экзоскелетов подстроился под носителей. Подопытные приобрели силы, невиданные ранее. Мощь и потенциал, который трудно переоценить. Наконец у нас появилась надежда. Но... Но... Уже привычный комментарий раздался с первого ряда. Но пару часов назад связь с Фордстротом была потеряна. Энергетическая вспышка вывела из строя ретрансляционный спутник на низкой орбите. Мы предполагаем, что шпионы Орфов узнали об объекте и решили отрезать его от внешнего мира, пока не прибудут основные силы. Их флот направляется прямиком туда, и со дня на день они будут на месте. Если не опередить их, то последняя надежда человечества будет утеряна. И что вы предлагаете? В глазах чиновников читалось неохотное, но готовность поддержать намерение генерала. Мы бросим все ближайшие корабли на защиту Фордстрота. Надо эвакуировать наработки и, конечно же, инопланетные технологии. Это наш ключ к выживанию, и он не должен достаться врагу. После секундного переглядывания представителей власти стало понятно, что правительство намеренно поддержать генерала Эдмонта. И он получит карт-бланш на реализацию задуманного. Глава третья. Приказ. Космический корабль Зори мерно рассекал космическую гладь, оставляя за собой голубой туманный шлейф. На его борту командир штурмового отряда, сержант Патрисия Элди, тщательно документировала в рапорте детали завершенной операции. Конечно же, она не могла не упомянуть о таинственном информаторе, который фактически сдал всю банду Коэна, указав место их укрытия и все возможные пути отхода. Некий аноним направил сообщение на адрес командования и пожелал остаться неизвестным. Честно признаться, Триш не особо волновал этот персонаж. У бандитов хватает врагов. А когда речь идет о десятке закоренелых преступников, таких недоброжелателей могут быть сотни. Главное, результат был достигнут. И впереди ее ожидал долгожданный отдых на родной планете. Корабль Зори. У вас новый маршрут. Планета Фирион. Планетарная система Острот. Приказ 17302. Внезапно радиограмма от командования, словно холодный душ, обрушилась на Триш. Пребывая в некотором замешательстве, она попыталась уточнить корректность поставленной задачи. Сэр, у нас на борту 11 заключенных. Приказ был доставить их на террас. У вас новый приказ, сержант. Голос на другом конце был непреклонен. Пункт назначения Фирион. Отправляйтесь немедленно. Все детали в приказе. В глазах Триш читались опустошения и явное непонимание происходящего. В ту же секунду на приборной панели появился индикатор полученного зашифрованного сообщения. По всей видимости, выбора не оставалось. Есть, сэр! Нехотя согласилась Триш. Посмотрев в сторону пилота, она продублировала полученный приказ. Курс на Фирион. Выполняй. По-прежнему пребывая в некотором замешательстве, Патрисия вывела на экран полученное сообщение и медленно начала погружаться в детали предстоящей миссии. Так получилось, что десантный корабль Зори находился ближе всех к Форд Строту. И потому, по роковой случайности, именно им предстояло первыми прибыть на место и разобраться, что же там произошло. Приоритетом миссии считалось спасение инопланетных технологий. Необходимо было забрать все оставшиеся скафандры и как можно скорее выдвинуться навстречу военной эскадре. Отдельное место в приказе отводилось возможным угрозам миссии. Необходимо было исходить из того, что Форд Строт, вероятно, захвачен и контролируется противником. Все вооруженные цели априори враждебные. Конечно же, в этом плане не было ни слова происходящей угрозы от горстки заключенных на борту. Да и едва ли они могли доставить хлопот, находясь за решеткой. Однако у Коэна были свои планы на этот счет. «Турбо, дай-ка сюда свою ногу!» Он обратился к товарищу. «Что?» С недоумением переспросил Тревор. «Зачем тебе мой протез?» «Эй, давай без вопросов!» Коэн был непреклонен. «Когда я тебе его подогнал, ты молча нацепил, и детали тебя не волновали. А тут резко любопытным стал». «Ну, знаешь!» Попытался оправдаться Турбо. «До этого я с деревяшкой ходил, так что любой механике был рад». «Турбо, не беси меня!» Коэн приблизился к нему вплотную и едва слышно продолжил. «У него встроен лазерный нож, так что давай уже ногу, и будем выбираться отсюда!» «Эй, народ!» Снова старик Джаф обратил на себя внимание. «А это нормально, что на горизонте больше нет звезд?» «Только пояс астероидов!» «Мы поменяли курс!» Непроизвольно вырвалось из уст Турбо. «Летим на край галактики, но там ничего нет, кроме...» «Фирион», — словно на автомате произнес Коэн. «Ладно, Турбо, оставь пока ногу у себя. Посмотрим, что они задумали». В то же время сержант Патрисия Элди уже собрала свой отряд в небольшой комнате для совещаний и озвучивала детали предстоящего задания. «Итак, внимание! Я знаю, вы планировали уже завтра оказаться дома, но планы поменялись. Военным нужна помощь, а мы единственный корабль во всей округе». «Да ладно, Треж!» Поднялась всеобщее негодование. Бойцы начали причитать. «Чертовы вояки!» «Ладно, ладно, тишина!» Сержант резко пресекла воцарившийся гул. «Они делают свое дело, а мы свое!» «Задача проще некуда!» «Высаживаемся, забираем груз и улетаем!» Бойцы на мгновение затихли. Действительно, все звучало просто. Даже слишком. Так что все ожидали какого-то подвоха. «Теперь к деталям!» Триш продолжала. «Наш объект – исследовательская станция Форд Строт. Пять уровней лабораторий и испытательных центров. Из них четыре под землей. По периметру несколько ангаров, склады и полигоны. Мы приземлимся на крыше главного корпуса. Первая группа занимает периметр и прикрывает посадочную площадку. Вторая и третья спускаются в здания с западного и восточного входа. В этот момент на большом голографическом экране проецировали схемы и карты предстоящей операции. «Наша цель находится на минус третьем уровне. Это центральное хранилище. Ключи безопасности будут загружены при посадке, так что проблем с доступом не будет». «И что за груз?» Один из бойцов нетерпеливо жаждал развязки. «Космические скафандры. Новейшая разработка ученых. Сорок ящиков. Каждый по три метра, так что придется повозиться с вывозом этого добра. Поднимать будем на грузовых лифтах. По шесть ящиков за раз. В результате на все про все у нас не больше часа. Может, местные уже начнут поднимать, пока мы летим?» Послышалось предложение одного из солдат. «Местные?» Триш пыталась подобрать нужные слова. «Командование исходит из того, что местных нет. Либо они мертвы, либо на стороне противника. Нам приказано считать любую живую силу враждебной». «Враждебной?» С недоумением вновь начал нарастать гул толпы. «Они хотят, чтобы мы валили всех подряд?» «Бедолаг ботаников и уборщиков. Что за бред?» «Нет, нет, конечно нет». Триш попыталась внести ясность. «Если он не вооружен и не нападает, никого убивать не надо. Но исходим из того, что он враг. То есть надели наручник, обездвижили и все. Идем дальше. Вопросы есть?» «Не нравится мне это, сержант». Очередной боец высказал, казалось, всеобщее недовольство. «Знаю, мне тоже. Но приказ есть приказ. Заберем груз и домой. Оплот?» «Оплот!» Хором донеслось в ответ. «Отлично. Тогда все по местам. Скоро садимся». В этот самый момент космический корабль «Зори» существенно сбавил скорость. На горизонте показалась планета. Вся ее орбита была усеяна остатками инопланетных кораблей, подобно гигантскому кладбищу, невообразимому по своему масштабу. Двигаться быстрее здесь было попросту невозможно. Приходилось постоянно перестраивать траекторию. И оттого в салоне наблюдалась изрядная тряска. «Кладбище строта». Раздался голос Турбо в одной из камер. Столько кораблей. Походу, это было самое эпичное сражение всех времен. «Я слышал, что Афаны несколько дней не могли пробить оборону планеты. И тогда просто подорвали свой самый здоровый корабль прямо на орбите. А сквозь его руины ворвались десантники». Поддержал беседу самый молодой представитель банды Коина. «Дэнни, тысячи лет прошло. Никто не знает, что там было». Неожиданно вступила Лиа. Она была одной из двух девушек среди этих обормотов. И в отличие от них, не любила пустых разговоров. Юная худощавая блондинка с тяжелым, казалось, вечно презирающим взглядом. У нее было всего две страсти. Техника и история. Конечно, с последним в трущобах было совсем все плохо. Книг и библиотек здесь не было. Но безграничные информационные потоки все же неплохо выручали. «Афаны считались хранителями вселенной», – продолжал Алья. «Величественными и благородными. А вот Фирии были как паразиты. Захватывали миры один за другим. Они порабощали сознание народов и видов, превращая их в своих марионеток. Так что эта планета и все это место – падшая цитадель зла». Уверена, если бы мертвые могли говорить, здесь бы стоял невыносимый вой с призывом держаться отсюда подальше. «Капец ты, мрачная Леа», – выдал Дэнни. И под общие одобрительные смешки продолжил смотреть в иллюминатор, наблюдая, как медленно судно приближается к поверхности планеты. Мир планеты Фирион был заброшенным и безжизненным. Поверхность застилали бесконечные пустыни, а на Земле царили ветра и бури. Почти все океаны высушены, горы разрушены и покрыты гигантскими трещинами. Бесконечное число воронок от мощнейших взрывов давно минувших сражений. Повсюду то и дело встречались остатки гигантских космических кораблей и древних городов, медленно, напланомерно утопающие в песках. В одном из таких мест посреди величественных руин расположилась исследовательская станция Форд Строт. Проблесковые маяки по-прежнему работали, и даже сквозь пелену песчаной бури можно было разглядеть место назначения. Корабль Зори, сотрясаясь от бокового ветра, медленно, но верно приближался к точке назначения. Наконец раздался долгожданный удар касания с посадочной площадкой. Небольшой трап опустился, и в ту же секунду на поверхность устремились первые бойцы спецподразделения. Глава четвертая. Фирион. Группа 1, периметр под контролем. Группа 2, продвигаемся в сторону восточной лестницы. Группа 3, заходим. Западный вход, движения нет. Штурмовые отряды один за другим отчитывались о ходе операции. На огромных экранах командного мостика корабля Зори проецировались изображения с нагрудных камер бойцов. Координировал операцию капрал Итан Бакет. Невысокий зеленоглазый шатен. Спокойный, прямолинейный и рассудительный. Без чрезмерных амбиций. Классический вояка, делающий то, что нужно. И не задающий лишних вопросов. С ним было весьма комфортно работать любому. И во многом поэтому он стал правой рукой и добрым другом Патрисии Элди. К слову о последней, она предпочитала всегда быть в гуще событий. Именно поэтому в эти самые минуты Триш находилась в составе второй группы, двигаясь по небольшому полуразрушенному коридору главного входа в Форт Строт. «Я подключился к компьютеру станции». Раздался голос Итана в наушнике сержанта. «Многие системы повреждены. Со светом и связью могут быть проблемы. Но все двери разблокированы и маршрут построен». В тот же миг на стеклах защитных шлемов бойцов появилась виртуальная карта с указанием направления движения к цели и ключевых помещений станции. Стоит отметить, бойцам подразделения «Оплот» приходилось сражаться в абсолютно непредсказуемых условиях. И оттого их форма была чем-то средним между космическим скафандром и военной экипировкой. Черные уплотненные комбинезоны со всевозможными разгрузочными системами и поясами, усеянными дополнительным оружием, снаряжением и техническими приборами. Шлем практически полностью повторял форму головы. При этом огромное панорамное стекло обеспечивало обзор в 180 градусов, а интерактивная составляющая позволяла лучше ориентироваться на поле боя. В данном случае это было как нельзя кстати. Незнакомый объект, практически полностью погруженный во тьму. Несколько аварийных ламп по-прежнему продолжали работать, подсвечивая нижние края коридоров. Но этого определенно было недостаточно. Слева поврежденный участок, похоже на взрыв. Один из бойцов указал на комнату, находящуюся в стороне от группы. Частично разрушена стена, повсюду осколки и стекла. Видимо комната охраны. Следы крови на 10 часов. Другой боец обратил внимание на красную размазанную полосу, устремляющуюся вглубь станции. Группа медленно двигалась вперед, но обстановка, царящая вокруг, не особо менялась. Разруха, поврежденные стены, комнаты, уничтоженная техника, следы крови. Ни одного тела, ни одного живого. «Сержант, сколько здесь человек работало?» Вновь раздался голос одного из бойцов. «Около двухсот». Тут же среагировала Триш. «И мы исходим из того, что они могут быть все еще живы. Так что не работали, а работают рядовой. Не похоже как-то на бурную работу». В полголоса прокомментировал услышанный боец и направил фонарик в отдаленный участок комнаты. Часть стены была буквально залита кровью. И казалось, на ней даже застыли остатки чего-то человеческого. Без сомнения, Триш испытывала не меньшую тревогу. Она тщательно старалась не отвлекаться на мысли о произошедшем здесь, но с каждой секунды это становилось делать все труднее. Ее сердце отбивало канонадой ритм, отдавало ударами где-то в висках. Дыхание становилось все глубже, а руки тяжелее. Возможно, это страх неизвестности, а может, ощущение чего-то зловещего, что по-прежнему ощущалось в этих коридорах. «Группа два, мы у лестницы». Триш рапортовал аппарации с некоторым чувством облегчения. «Небольшой холл был хорошо просматриваемым, и в отличие от других пройденных мест, не пестрил следами кровавой расправы. Спускаемся вниз». В тот же миг из-за спин бойцов раздался подозрительный тряск. Группа тут же обернулась. «Вы это слышали?» Таинственный звук доносился из отдаленной части коридора. «Мы что-то пропустили?» Патрисия взволнованно обратилась по рации к командному мостику. «Нет, ничего». Итан судорожно сверял пройденный путь с имеющимися планами помещений. «Там не было никаких комнат или скрытых помещений. Группа один, как у вас обстановка?» Триш продолжала оценивать ситуацию. «Обстановка спокойная, на крыше тихо, никого вокруг». Монотонный голос отчеканил в ответ. Звук продолжал доноситься с завидным постоянством. «Я проверю». Один из бойцов медленно направился в обратную сторону. «Майк, прикрой его. Остальные за мной». Триш озвучила очередной приказ и начала медленно спускаться вниз по лестнице. Преодолев несколько пролетов, группа наконец оказалась на нужном этаже. «Это что, туман?» Происходящее здесь становилось все более подозрительным. Действительно, в направлении отряда, медленно застилая пол, надвигался густой белый туман. Примерно в метре над землей он покрывал собой все, не давая разглядеть ни единого поглощенного им объекта. «Я такого плотного тумана никогда не видел. Может, это дым?» Бойцы продолжали обмениваться мнениями. «Включить тепловизоры», – скомандовала Триш. И тут же сделала решительный шаг вперед. «Сержант, вам надо это видеть», – раздался голос по рации лидера третьей группы, которая штурмовала станцию с противоположной стороны. Триш без промедления вывела на стекло своего шлема картинку с камеры собеседника. На изображении была огромная комната, заваленная всевозможным барахлом. Украшения, драгоценности, кошельки, золотые сердцевины приборов, оружие. Похоже, в этой комнате было собрано все ценное, что было на этой базе. Более того, часть трофеев была инопланетного происхождения. Очевидно, хозяева этого богатства обшарили немало руин, чтобы собрать все в одном месте. «Похоже, тут орудует банда грабителей», – боец продолжал свой отчет. «Это крайняя комната, вдали от коридора. Видимо, поэтому ее выбрали под хранилище. Судя по всему, мы появились в самый разгар ограбления, так что надо быть на чеку». «Принято. Смотрите в оба». После этого послания Триш почувствовала некоторое чувство облегчения. Все-таки с грабителями ей доводилось сталкиваться постоянно. Их мотивы были понятны, поступки предсказуемы. И главное, никакой мистики. «Этан, нужна информация». Сержант вновь обратилась за помощью к мостику. «Похоже, мы здесь не одни». «Что показывают приборы?» «Видишь движение?» «Здесь есть кто-то, кроме нас». «Сержант, я ничего не вижу. Все в помехах, но по датчикам там никого, кроме вас, нет. Чем дальше вы отдаляетесь, тем у меня хуже картинка и связь». «Этот объект словно гигантский бункер, так что имейте в виду». «Принято», подтвердила Триш. «Сержант, у нас минус один». Очередная радиограмма раздалась из наушника. «Что?» Она взволнованно обратилась к собеседнику. «Мы потеряли Томаса, он шел замыкающим». Рапорт командира третьей группы вновь взвинтил градус напряжения. «Так найди его!» Едва не криком среагировала Патрисия. «Что значит потеряли? Это что, лес? Там прямой коридор, Сэм, найди его!» «Группа три вас понял, разворачиваемся!» Монотонно прочеканил голос на другом конце. Обернувшись в сторону своего отряда, Триш решила убедиться, что ситуация все еще под контролем. В составе группы не хватало двух бойцов, оставшихся проверить таинственный треск на верхнем этаже. «Майк, Джерри, как обстановка?» Изрядно взволнованным голосом она обратилась к бойцам по рации, но в ответ доносилась лишь пугающая, гнетущая тишина. «Вы нашли источник шума? Майк, Джерри, прием!» Ответа вновь не последовало. «Сержант, у нас минус два. Алекс пропал!» Очередная радиограмма от лидера третьей группы обрушилась на сержанта, как гром среди ясного неба. «Какого черта здесь происходит?» Не успела Триш закончить фразу, как из тумана вырвалось нечто и с невероятной скоростью потащила одного из бойцов прямо к потолку, буквально пригвоздив его своим телом. Таинственное создание высотой в три метра, похожее на человека, но покрытое множеством отростков, подобно щупальцам осьминога, которые насквозь пробили тело бойца и уперлись в стены, словно гигантские распорки. Голова была сокрыта под шлемом, вытянутым в форме заостренного эллипса зеркально-золотого цвета. «Огонь!» Моментально скомандовала Триш, и тут же в сторону таинственного создания устремилась череда выстрелов. Однако ни одна пуля не достигла цели. Мерцающее защитное поле, словно играючи, поглощало все, что двигалось в его сторону. Подобно хищнику, почуявшему угрозу, монстр на мгновение замер. На его спине тут же вздыбился красный остроконечный гребень, а золотой силуэт шлема устремил взор в сторону группы, издавая характерные, уже знакомые звуки, похожие на треск. Спустя секунду промедления, словно оценив обстановку, создание бросилось в туман, попутно волоча за собой искалеченное тело солдата. Интерактивные шлемы бойцов не показывали ровным счетом ничего, ни теплового следа, ни движения. Существо было невидимо для датчиков, и теперь благодаря туману и для глаз оно исчезло в направлении длинного извилистого коридора. Все присутствующие замерли в состоянии шока, пытаясь осознать произошедшее. Что это было? И куда важнее, что делать дальше? Сердце Триш было готово вырваться из груди. Дрожь в руках становилась все заметнее. И вот уже мушка автомата начала раскачиваться, словно по амплитуде. Нужно было что-то предпринять. И лучше всего прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Конечно, не на всем объекте была такая накаленная обстановка. В эти самые мгновения 11 заключенных банды Коэна, запертые в транспортном отсеке корабля Зори, наконец отважились на решительные действия. Похоже, спецназ ушел на задание. «У нас есть минут десять, не меньше» Старик Джефф озвучил очевидные вводные. «Ладно, Турбо, давай ногу» Коэн в очередной раз обратился к своему товарищу. И тот, хоть и нехотя, отстегнул от тела навороченный протез. После некоторых манипуляций прямо из механического крепления появился тонкий луч лазерного лезвия. Товарищи начали неспешно распиливать прутья решетки один за другим. «Класс! Давай быстрее» Другие члены банды, не скрывая радости, подбадривали предводителя. Спустя несколько мгновений работа была сделана. Открыв свою камеру, Коэн заполучил ключи, и после все одиннадцать заключенных стояли уже бок о бок в ожидании плана дальнейших действий. «Нужно захватить корабль и валить отсюда!» «Не так быстро, Джефф» Рассудительный голос предводителя выдавал спокойствие и уверенность. «Украдем военный корабль, а дальше?» «В наше укрытие вернуться не сможем» «Аборта не отследят за пару минут!» «Нам нужны козыри!» «Пара тузов в рукаве!» «Тузов!» Старик скривился. «О чем ты, черт возьми?» «Есть идея», продолжал Коэн. «Я пойду вовнутрь и разведаю обстановку. На вас корабль!» «Если не объявлюсь в течение часа, улетайте!» «Я найду способ выбраться!» «Я пойду с тобой!» Молодой парнишка Дэнни изъявил желание остаться со своим наставником!» «Не глуши!» «Но похоже, такая перспектива не особо воодушевляла Коэна!» «У меня нет времени за тобой присматривать!» «Без меня все равно внутрь не попадешь!» «Поддержала товарищ Альё!» «Так что я тоже в деле!» «Я предупреждал тебя!» «Будешь с ними нянчиться и вот результат!» «Теперь они тебя воспринимают как мамочку!» «Джефф, признайся, что тоже хочешь с нами!» Дэнни улыбнулся в лицо старшему товарищу. «Да валите уже!» Старик продолжал недовольно бурчать. «Через час мы делаем ноги, так что не пропустите время отправления!» «Не пропустим!» Лия похлопала по плечу Джеффа и направилась в дальний конец помещения, к месту, где были сложены все их конфискованные вещи. Не сказать, что для кого-то такое рвение молодежи стало сюрпризом. Лия и Дэнни были самыми юными участниками этого криминального братства. Обоим было чуть больше шестнадцати, и, понятное дело, они старались во всем подражать своему наставнику. Как назойливые дети, они не отступали от Коэна ни на шаг, внимая каждому его слову, каждому жесту и поступку. К слову, он тоже был не против. Добродушный Дэнни подавал большие надежды. Он быстро схватывал, хорошо разбирался в обстановке и в людях, что делало его практически незаменимым в разведывательных рейдах. Ему с легкостью давались беседы с незнакомцами и ненавязчивое выуживание всей необходимой информации. Лия же, напротив, больше походила на затворника. Стараясь минимизировать свои контакты с людьми, она полностью отдавалась своей единственной страсти – технологиям. Несмотря на юный возраст, она уже была широко известна в кругах хакеров и технических взломщиков, что, безусловно, делало ее значимым, хоть и едва заметным членом банды. «Без этой штуки мы внутрь не попадем». Лия неспешно перебирала свои приборчики. «А без этой не выберемся». Коэн взвел затвор пистолета. Корабль «Зори» располагался у самого края посадочной платформы, на крыше главного корпуса. С одной стороны десять метров вниз, и дальше пустынное поле, усеянное руинами. А с другой, собственно, крыша здания, контролируемая бойцами оплота. На борту судна оставались всего четыре бойца. Два пилота – капрал Итан Бакет и дежурный, который, к слову, в это самое время смотрел сводки новостей в одной из удаленных кают. Конечно, для банды Коэна это был своего рода подарок. Вдобавок, это военный корабль. Так что раздобыть здесь оружие было проще простого. Очевидно, ситуация располагала к успеху. И спустя считанные мгновения, без единого выстрела, мостик судна был захвачен. Старик Джефф, величественно восседая в кресле капитана, многозначительно уставился в мониторы, наблюдая за ходом операции. «Почему они стоят на месте?» – с недоумением вопрошал Джефф в сторону связанного капрала. «На них напали, тупая ты башка!» С раздражением реагировал Итан и тут же получил разительный удар в живот от стоящего рядом Саймона, а затем такой же, с другой стороны, от Стивена. Саймон и Стивен были братьями-погодками. Два накачанных блондина весьма привлекательной внешности – эдакие мышцы любой операции Коэна. Они не отличались особой смекалкой, но отлично стреляли и всегда шли на пролом, без лишних вопросов. Верные и преданные любой авантюре. Так что не мудрено, что эти двое были на особом счету и считались ударным блоком всей кампании. «И кто на них напал? Это же ваша база, Салдафон!» Джефф настойчиво пытался вникнуть в происходящее. «Не знаю я», – с недовольством фыркнул Итан. «Базу захватили, для этого нас и прислали. Разобраться!» «Да ты и с нами-то разобраться не можешь. Куда тебе до целой базы?» Не удержавшись, вступила в беседу Дороти. Эта весьма тучная брюнетка, немногим за тридцать, была резкой и прямолинейной. Ее зубы украшали позолоченные коронки, что подчеркивало особый зловещий образ. Ее часто называли просто Дот, как точка. Она даже чем-то была похожа на огромную угрюмую точку. Как грозовая туча, которой только дай повод, и она разразит тебя своими колкостями, астротами, либо банально автоматной дробью. Вот я бы, может, и разобралась бы с десятком других захватчиков. «Дот, хорош наезжать на парня. Он просто делает свою работу». Старик Джефф наставнически прервал браваду подруги. Он не любил, когда кто-то перетягивает внимание на себя. Как-никак для этого здесь был он. «Итак, выкладывай парнишка, зачем вы здесь?» Джефф решил начать сначала. «Пошел к черту!» – раздался очередной дерзкий ответ Капрала, на который тут же прилетел мощный удар в живот от стоящего рядом Саймона. «Слушай, у тебя два варианта». Старик продолжал. «Всего два. Либо ты молчишь, и мы просто прямо сейчас валим с этой планеты. Либо ты рассказываешь о том, ради чего вы здесь. И, быть может, нас это заинтересует и даст шанс твоим друзьям вернуться на корабль, пока их там всех не перебили». Глаза Итана выдавали внутренние терзания. Но вариантов действительно не оставалось. И заинтересовать бандитов навороченными скафандрами для него было единственным шансом удержать их на этой планете. В то же самое время Коэн, Дэнни и Лиа, облаченные в защитную форму, уже выбрались с корабля и медленно спускались на тросах по отвесной стене здания. Вся посадочная площадка была усеяна бойцами оплота, так что лучшим вариантом попасть в комплекс незамеченными было зайти через нижний уровень. К счастью, погода на Ферионе этому всячески способствовала. В ярко-желтых завываниях песчаной бури едва можно было бы что-то разглядеть. И уж тем более три небольших силуэта, медленно спускавшихся по отвесной стене. Коэн был полон оптимизма и решительности, ведь он не мог предположить, что ждет их внутри. Как и не знал, что происходит в эти самые минуты в противоположной части комплекса, где третий отряд оплота продолжал свою миссию. «Мостик, как слышите? У нас впереди туман, высотой под метр, движется в нашу сторону. Мостик, прием!» Лидер группы тщетно пытался связаться с пунктом управления. «Движение!» выкрикнул один из бойцов и направил фонарь в конец коридора. Прямо перед группой застыл всего от одного из потерянных бойцов. Словно безжизненное тело, он замер неподвижно, как будто паря над туманом. «Томас, это ты! Томас, прием! Ты! Ответь!» Лидер группы едва не криком пытался связаться с бойцом напротив, неспешно продвигаясь в его сторону. «Сэр, вы видите? Одежда! Это кровь?» Раздался голос одного из солдат. Чем ближе группа приближалась, тем становилось очевиднее. С бедолагой что-то не так. «Томас, ответь!» Командир не оставлял попыток, пока наконец не заметил что-то необычайно странное. «Стоп!» Он поднял руку вверх, остановив движение отряда. Боец напротив парил над туманом. Его костюм был залит кровью, а прямо из груди едва заметно проступал какой-то отросток. В глазах бойцов застыл страх и ужас. В то же мгновение, из-за спины парящего силуэта, словно вырастая из тумана, возникло таинственное создание. Существо ростом в три метра с золотым вытянутым шлемом, громадными щупальцами и ярко-зеленым гребнем вдоль всей спины. Солдаты замерли, словно вкопанные, не понимая, как вести себя дальше. Существо явно что-то выжидало. Оно стояло неподвижно, словно оценивая обстановку и изучая непрошенных гостей. «Салли, медленно подними винтовку, наведи на эту тварь и вышиби ему мозги. Медленно, поняла?» Стараясь говорить в полголоса и максимально размеренно, командир выдал очередной приказ. «Так точно». Едва слышно среагировала боец и начала плавно поднимать оружие. Салли – лучший снайпер в отряде, так что если кому было и под силу всадить пулю в полумраке прямо посреди глаз гигантского монстра, то только ей. Спустя еще мгновение затвор был взведен и раздался выстрелом.